Привет, друзья! Люди совершают в день миллион самых различных движений. И руками машут, и пальцами двигают, и головой двигают, и ходят туда-сюда по комнате. Но мало кто знает о том, что если взять одно из этих движений, которые человек совершает, как бы мысленно вырезать из ситуации, и взять его, и повторить несколько раз, у него происходит удивительное явление. Во-первых, он остановил жизнь, он взял этот лоскут или пазл жизни отдельно, и стал его воспроизводить, то есть моделировать кусочек этой жизни, аспект. И вот он это делает, допустим, в течение полминуты. И удивительное дело, если бы он потом сядет, сделает взгляд рассеянный, и думает о чём думается, то он вдруг заметит, что он как-то успокоился. Это удивительное явление. Потому что он осознанно произвёл то, что он раньше производил, как бы и не задумываясь. Он взял, сделал это сознательно. И главное, потом сел и пустил мысли на самотёк. Вот этот момент, когда пустил мысли на самотёк, после действия, называется после действия. Это в методе ключ у нас есть, там понятие такое о действии, о после действии, о дозе, доза. То есть сколько делать, полминуты какое-то действие, или пять минут. Вот, например, в синхрогимнастике, там у нас есть и хлёст руками по спине, и шалтай-болтай. Но это для того, чтобы раскрепоститься, снять нервно-мышленные зажимы, в этот момент думать, о чём думается. Там вектор внимания не на качестве выполняемого движения, а на том, что тебя волнует, чтобы вопрос как-то решить. Допустим, готовишься к экзамену, и одновременно шалтай-болтай делаешь, и думаешь, и переживаешь об экзамене, у тебя получается колебания на фоне перерываний, снимающие стрессы. Потом, когда ты через 2-3 дня пойдёшь на экзамен, ты будешь увереннее сдавать. Ну, к примеру. Ну, много там, слушайте, видите, ага, ну да, художник, печать, правильно. Я же не только доктор, не только психолог, но художник, философ, писатель и так далее. Кстати, печати у меня много, я шучу. Но это для развлечения для вас, и в то же самое время для юмора, и в то же самое время для того, чтобы понять, что в ключе, главное, не само упражнение какое-то. Потому что мне часто говорят, а дайте мне ещё одно упражнение. Ну да, я могу дать, конечно. В ключе их миллион. Потому что дело не в упражнении, а дело в том, что каждый человек должен на основе ключа, то есть принцип подбора путём перебора, подбирать в себе действие, которое ему подходит в данный момент, когда он этим действием пользуется. И обычно это получается действие, которое он и сам инстинктивно всегда делает, просто не обращает на это внимания. Так вот, принцип ключа, принцип подбора путём перебора. Это знаете почему? Потому что мы раньше в школе всегда учились шаблонным. Повторяй, пока не получится. Вот йога, например. Или там колонетика, аэробика, там масса всяких разных методов с различными названиями. Там ты делаешь упражнения, если не получается, будешь повторять, пока не получится. И так ты будешь годами делать и не знаешь, к чему ты придёшь. А здесь не нужно всего этого. Здесь для развития мышления, для развития воображения, смекалки, интуиции и одновременно решения вопросов, волнующих вас. И повышения здоровья и иммунитета. Вот для чего это. Поэтому мы здесь в школе Человек Большего, Хомофутурус, развиваем у себя способности, навыки и умения работать с неопределённостью. Когда шаблоны, которые выработаны, не работают. Вы попали в новую ситуацию, в эту неизвестность, не знаете, что завтра будет. В этот момент может быть тревожность, паника какая-то, беспокойство, плохой сон, плохое настроение. Вот погода поменялась, сразу какая-то другая ситуация. Чтобы организм быстро адаптировался, чтобы вы могли легко принимать нужные решения в изменившихся ситуациях, при всяких неожиданностях и новых условиях. И в критических ситуациях, и в благих для вас ситуациях, чтобы голова нормально работала. Вот для чего метод ключ. Чтобы вы могли быстро снимать лишнее напряжение и выходить на состояние восстановления и творчества в любой ситуации, независимо от места и времени. Конечно, и к экзаменам готовиться, и для детей это очень важно. Дети сами все это делают, и шалтай-болтай делают, и всякие другие движения делают. Но мы их часто, ну сиди ровно, сосредоточься. И он сидит, бедный ребенок, а у него энергия, ему хочется двигаться. Конечно, конечно, тут масса проблем. Поэтому наша школа «Человек-бойщего хомофутурус» как раз таки работает над тем, чтобы объяснить людям, и вам в том числе, если вы еще новичок, не знаете этих принципов, вместо повторения «Мать учения», повторяй, пока не получится. В нашей школе еще принцип подбора, путем перебора, по критерию, индивидуального соответствия. То есть, чтобы вам подходило, как рубашка по размеру. И когда вы перебираете эти разные варианты, разные движения, которые вы делали в жизни, особенно такие движения, которые доставляли вам удовольствие, например, в теннис играли, или в волейбол, или там что-то еще делали, там девочки холохоп крутили, или через скакалочку прыгали. Вот именно по полминутки, минутку, когда вы перебираете эти разные движения, а потом вы знаете понятие «дозы» и понятие «последействие». То есть, если после перебора вы взяли, сели, посидели, задумавшись, о чем думаете, вдруг наступает какое-то ощущение, такой внутренней глубины естественности, успокоенности, такое ощущение внутренней легкости, покоя, которого у вас давно не было. Это называется легче стало, потому что вы все время были в напряжении, все время были в прессе, все время в стрессе, а тут вдруг сняли, и так хорошо, такая внутренняя безмятежность, такой глубинный внутренний душевный покой. Вот это точка опоры. Если время от времени вы будете, хотя бы минуту, две, три, особенно перед какими-то ответственными ситуациями, перед принятием каких-то важных решений, при смене жизненных обстоятельств, по две-три минуты делать разные движения, подбирая то, что вам подходит, вот это и есть ключ, который развивает способность мыслить, одновременно повышает иммунитет, здоровье, качество мышления, да, помогает вам решать разные задачи, быстрее и лучше. До встречи, друзья.